Всем привет, вы на канале Мистер Кубик, и честно говоря, данное видео, данный материал я еще подготовил где-то 2-3 недели назад, когда и выходил патч, собственно. Но что-то данное видео не прошло по приоритетам, то сначала об одном, то потом об втором я снимал, ну и короче, вот оно. После выхода патча я решил пробежаться по некоторым границам, что там изменилось или нет, и вот что я обнаружил. Сейчас мы бежим в локации бухты китобоев на верхнюю часть границы, до этого здесь у нас было огромное большое поле простое, с простой текстурой, вот как здесь прям синяя такая. Но сейчас здесь большие горы, и если мы немного зайдем за границу, то мы увидим название уже новой локации, и это та самая локация магические земли. И для тех, кто в танке, это та локация, где РБ большой жук механический и стальной охотник, это та локация, где новый РБ в виде той же Ашьяры, той же Змея Анкиши. Понятное дело, что здесь пока ничего нету, и строение, и растительности, и так далее, просто текстуры и горы. Проверил я еще кое-какую вещицу, я прилетел над локацией Сокрытая долина, также с верхней ее части, до конца, и в принципе поначалу ничего такого не было. Но на углу данной локации я нашел довольно прикольную вещь. Здесь у нас какая-то лавовая пустынная или очень-очень пустынное жаркое место. Это, конечно, ничего может не означать, просто они, может быть, экспериментируют таким образом. Но в основном у корейцев это также и остается, если они, правда, как-то кардинально не пересматривают какие-то свои следующие решения по развитию той или иной локации. Свои же предположения, что это может быть, можете написать в комментариях. Пролетелся я над старой знакомой Эфирией, кто не в курсе, там уже давно данное название есть. Где-то, наверное, год-полтора, может быть, даже и побольше чуть-чуть поменялся, там немного рельеф. И типа, я думал, что что-то будет, новая локация, но пока затишье, пока там ничего не меняется. Следим, проверяем, ну и, конечно, будет информация, если я что-то там замечу. Ну и напоследок, я также проверил старые знакомые ущелья Кровавой Росы. Честно говоря, я думал, ну убрали, там, наверное, все вычистили, там плоскость обычную сделали и все. Нет, локация стоит, как и стояла. Так что с этой частью локации разработчики пока вообще ничего, видимо, не планируют. Хотя, ломать не строить, и крейцы, я думаю, довольно легко смогут убрать там все это, подчистить, скажем так, эту локацию. А вот построить что-то новое, это довольно-таки сложно. Крейцы нам периодически это доказывают, делая одинаковые модельки, то в петах, то в строениях, то еще где-нибудь. Ну а на этом у нас пока что все. Если какие-то свои вы наблюдения замечали, пишите об этом в комментариях. Свои мысли и мнения тоже пишите насчет увиденного в комментах. Если вам понравилось данное видео, не забываем прожжимать лайки и подписаться на канал, чтобы ничего не пропустить. На этом еще раз все, всем до завтра.